Буэнос-Айрес, друзья! Сегодня у нас на обзоре моднейший, классный, отечественный биопилец-реактор Reef Equipment. Собственно говоря, я их много использую и решил с вами поделиться. Вот так он мне в коробочке пришел. Этот именно я еще не распаковывал, сейчас мы вместе с вами сделаем анбоксинг. Давайте посмотрим. Я их использую и просто хочу поделиться с вами, потому что меня тоже и мои клиенты, ребята, там подписчики спрашивают, какой нормальный биопилец-трекер. Вот и этот. Ну, упаковка, как вы видите, вполне себе цивильная. Давайте сейчас достанем, посмотрим, что там. А почему? Мне нравятся именно эти реакторы, есть в сети много других. Самое главное, что здесь правильная форма основания, донышко, где происходит кипение, это первое. Второе, это рециркуляция, это очень важно, сейчас объясню почему. И третье, это отечественный производитель. По-моему, жесткие аргументы вообще не дать, не взять. Значит, смотрите, что я имею в виду. Основание выполнено в виде вот такой буратинки. Из-за этого там не образуется никаких застойных зон, потому что пелицы должны очень хорошо перемешиваться, для того, чтобы там не образовывалось никаких анаэробных зон. Вот такая буратинка дает просто гарантию того, что это будет правильное кипение. Значит, что по поводу вообще устройства и рециркуляции. Здесь есть вход в реактор. Этим краном можно регулировать количество воды, которое проходит через реактор. Это один независимый контур. То есть, вот вход, вот после реактора уже вот он идет выход. И по идее ты можешь включить вход, включить выход, да, то есть, подать сюда воду, и при этом кипения не будет. Это, ну, отдельно независимая такая магистраль. И здесь отдельно идет контур рециркуляции. То есть, вот помпа подключена. Она забирает воду из реактора отсюда. Дальше засасывает ее и накачивает уже непосредственно в камеру кипения. Вот у меня в работе уже установлена такая же моделька от этого производителя, только поменьше мощностью. Посмотрите, какое кайфовое кипение. То есть, кипит отменнейшим образом. Благодаря вот этому конусу поток разбрызгивается, да, разводится, и абсолютно нигде не получается застойных зон. Ну, и слив с пенника, как я говорю, слив с биопеллет реактора идет на пенниках, я говорил вам. Такая вот вонючая густая пена. Значит, отдельный момент по инструкции. У меня тут есть шпаргалка. Что советует изготовитель? Залить реактор водой наполовину, закрыть кран на выходе помпы, засыпать пелицы, закрыть крышку, подключить заранее собранные шланги, включить помпу и только после этого открывать кран. Да? На самом деле, следуйте именно этой инструкции, этой последовательности, потому что, сделав по-другому, она помпа не запускается, начинает там засасывать эти пелеты. Вот, еще совет такой от меня. Замочите перед запуском реактора, замочите пелеты за сутки. Можно в осмосе замочить, потому что, если вы сухие, будете засыпать, они будут всплывать некрасиво и забиваться. Значит, дальше изготовитель советует, силу кипения можно регулировать как на контроллере помпы, во-первых, так и выходом крана. Да, об этом я уже говорил, послабее, посильнее. Здесь есть еще микровинты, можно с помощью них очень точно настроить силу кипения, но я настолько уже не заморачивался. Вот, и, значит, еще отдельно можно регулировать протоку, об этом я тоже говорил. Здесь есть кран на входе, да, на вход можно совершенно любую помпу всратую поставить, там, ну, маленькую, любую, совершенно можно отрегулировать здесь. Вот, и обязательно, о чем, вот, кстати, если меня Михаил Кузнецов смотрит, изготовитель, обязательно нужно, да, напишите это в инструкцию, нужно выход с реактора пускать к пеннику, потому что если вы в другой отсек куда-то будете его сливать, то эти бактерии, которые пошли из реактора, да, они разлетятся по аквариуму, у вас будет такой метод водки. Если мы с вами сравним наиболее популярные реакторы, например, китайские, давайте где-нибудь вот тут сейчас я сделаю картинку, вы видите, это просто колба-цилиндр, в нее снизу подается вода, и сверху она набирается и изливается, но это самая всратая конструкция, которая только может быть, хотя кипение в ней более-менее ничего такое, вот, но сама, вот это то, что изливается здесь сверху, это полная шляпа. Значит, неплохие, на самом деле неплохие, именно биопилет-реакторы, которые так и позиционируются, выпускают компания Reef Octopus, красненькие такие. Модель называется BR, кажется, а, ну да, BR, биопилет-реактор 110, это по диаметру 110, там 150 у них есть. У них одно выполнено в виде буратинки вот такого конуса, это действительно это рабочая модель, но не такая крутая, потому что там всего два входа, там один вход и один выход, то есть вот ты подаешь воду, и эта же вода приводит в движение биопилет, то есть там нет независимого контура для кипения, понимаешь? То есть ты не можешь, например, как здесь, пустить через реактор очень небольшое количество воды, при этом кипение у тебя будет нормальное. Там, если ты даешь много воды, то у тебя сильное кипение, мало воды, слабое кипение, вот поэтому это неудобно, но это тоже рабочий вариант, если вы не можете купить такой.